Вечная мерзлота Как показывают расчеты ученых, через 85 лет почти все эти районы оледенения исчезнут. Их площадь сократится примерно на 24%, в результате чего только 14% площади Аляски будет покрыта вечной мерзлотой. Больше всего пострадают центральные области, где приповерхностные слои вечной мерзлоты полностью исчезнут. В то время как на севере останутся достаточно крупные районы, где оледенелая почва продолжит оставаться замороженной. Таяние вечной мерзлоты, по словам ученых, высвободит огромное количество органики, вмершей в почву и накапливавшейся миллионы лет оледенения. Эти останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, что еще больше ускорит глобальное потепление. Освоение Арктики остается приоритетом для Северного флота в новом учебном году. Также задачей первостепенной важности станет поддержание высокой боеготовности морских сил ядерного сдерживания и сил общего назначения. Об этом накануне сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан 1-го ранга Вадим Серга. Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Николай Ефменов во вторник поздравил военнослужащих Севфлота с началом нового учебного года в Вооруженных силах России, а также подвел итоги работы моряков в регионе. В новом учебном году Северный флот планирует осуществить походы отрядов боевых кораблей и судов обеспечения в Арктику, а также в Средиземное море. В ходе очередного арктического похода моряки продолжат осваивать побережье Северного Ледовитого океана, совершенствуя выучку арктических мотострелковых подразделений на новых территориях. В числе приоритетных задач, стоящих перед Северным флотом на новый учебный год, вице-адмирал Николай Ефменов отметил продолжение целенаправленной деятельности по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, а также по поддержанию высокой боеготовности морских сил ядерного сдерживания и сил общего назначения, сказал Серга. Компания «Новотек» начала коммерческую добычу нефти на Ерудейском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. На месторождении пробурено 36 эксплуатационных скважин. Инфраструктура месторождения также включает центральный пункт сбора нефти, нефтегазосборные сети, насосную станцию, нефтепровод и газопровод внешнего транспорта. Пресс-службе компании сообщили, что среднесуточную добычу нефти на месторождении в короткие сроки выведут на проектный уровень, составляющий около 3,5 млн тонн в годовом исчислении. «Последние три года мы быстрыми темпами наращивали добычу жидких углеводородов, и запуски Ерудейского месторождения позволят нам сохранить двузначные темпы роста в следующем году, а также окажут существенное положительное влияние на наш свободный денежный поток. Высокое качество ресурсной базы месторождения и применение современных технологий бурения и заканчивания скважин позволили получить рекордно высокие дебиты и обеспечить низкий уровень удельных расходов на разработку и добычу», отметил председатель правления компании Леонид Михельсон. Последние три года компания усиленно наращивала добычу нефти, а запуски Ерудейского месторождения позволят Новотеку сохранить темпы роста в 2016 году. Монумент героям российской Арктики, который увековечит память о людях, связанных с освоением Крайнего Севера и военными действиями у берегов Ямала в годы Великой Отечественной войны, планируется установить Салехарде. Скульптурная композиция будет представлять собой установленный на монументе фигуры полярного летчика, исследователя и капитана, которые станут собирательными образами людей, посвятивших свою жизнь освоению русского севера, внесших значительный вклад в развитие арктических территорий. Памятник дополнится историческими рельефами, отражающими не только знаменательные открытия, но и трагические события, произошедшие в Арктике. Место для установки памятника определят жители Ямала-Ненинского автономного округа путем электронного голосования. На выбор предлагается несколько вариантов – площадь речного вокзала Салехарда, сквер у Дворца Бракосочетания, микрорайон улиц Республики, Зои Космодемьянской, Комсомольской и Малый проезд или район автодрома дороги Салехард – Оксарка. ГТРК Ямал объявляет конкурс фотографий всеарктического значения «Я Арктика». Участников ждет специальный приз от информагентства «Арктика.Инфо». Для участия в конкурсе нужно сделать креативный снимок на арктическую тему и прислать в редакцию телерадиокомпании, либо сообщением в любой из аккаунтов «Вести Ямал», «Фейсбук» или «ВКонтакте». Фотография обязательно должна содержать хэштег «Арктика». Можно на английском, можно на русском языке. Идею конкурса можно интерпретировать как угодно, рассказал идейный вдохновитель фотоконкурса Иван Васильев. Конкурсные фотографии будут публиковаться на страницах социальных сетей ГТРК Ямал. Оценивать работы конкурсантов будет экспертное жюри. Главным призом в погоне за победой станет фотоаппарат. Обладатели второго и третьего места будут награждены поощрительными призами. Также участников конкурса ждет специальный приз от информационного агентства «Арктика.Инфо». Фотографии принимаются до 20 декабря. В Архангельске завершился пятый международный гражданский форум «To be sustainable», на котором собрались 55 активистов-экологов из северо-запада России, Норвегии, Индонезии и Узбекистана. В ходе форума представители международной общественной организации «Гринпис» оценили организацию раздельного сбора мусора в Архангельске и Северодвинске. Эксперт «Гринпис России» и руководитель токсической программы Дмитрий Артаманов форумом остался доволен. «Мы посмотрели, как работают площадки по раздельному сбору в Архангельске и Северодвинске. Общались с компаниями, которые их обслуживают и сортируют мусор. Провели импровизированный круглый стол с участием представителей мэрии Архангельска и областных властей. Впечатления от увиденного и услышанного хорошие. Мы вообще удивились, что сразу в двух городах Архангельской области уже существует раздельный сбор мусора, при этом организованный разными компаниями», – рассказал Дмитрий Артамонов. По его словам, отличие от многих других регионов и городов России в Архангельской области и жители, и представители власти понимают, зачем нужен раздельный сбор. В России есть много городов, даже больше Архангельска, где о раздельном сборе даже не слышали. Сегодня в России перерабатывается от 3 до 5% мусора. Например, в Германии эта цифра составляет 65%. Конечно, большая часть местных жителей еще не понимает важность раздельного сбора. Но в странах Европы также начинали с этого. Для стартов необходимо 10-15% активного населения, которые начинают разделять мусор сразу после того, как у их домов появляются соответствующие контейнеры. Лет через 10-15 эти действия будут выполнять большая часть жильцов. Естественно, чтобы этого достичь, нужно установить контейнерные площадки для раздельного сбора мусора у каждого дома, считая Дмитрий Артамонов. Особо охраняемая природная территория заказник Уфтюга-Илежский появился в Верхнетоемском и Красноборском районах Архангельской области на границе с Республикой Коми. Он позволит сохранить крупный малонарушенный массив лесов, который играет важную роль в сохранении популяции лесного северного оленя. Также он является местом обитания значительного количества краснокнижных видов. А находящиеся на территории заказника старовозрастные еловые и елово-пиелы, дихтовые леса признаны особо ценными для Баренц-региона. Работа по созданию заказника велась несколько лет, сообщили в Фонде Дикой природы. «Это хороший пример конструктивного сотрудничества общественников и региональных властей», комментирует руководитель Баренц-отделения Всемирного фонда Дикой природы России Олег Субкайтис. Хочется верить, что такой успех вдохновит и другие субъекты Баренц-региона, в частности Мурманскую область и Ненецкий автономный округ, на более активное взаимодействие с Фондом по созданию новых особо охраняемых территорий. Территория заказника – 78 тысяч гектар. Она защищает верховье рек Куфтюга и Леша-Оса. В ходе научных экспедиций здесь были выявлены популяции редких и уязвимых видов растений, животных, грибов, среди которых дикий лесной северный олень, беркут, филин, белка-летяга, башмачок-настоящий, леокорхис, беловатый и уснея-длиннейшая. В Туристско-информационном центре Архангельской области представили новый экспедиционный тур «Северная деревянь». Автомобильный тур продлится со 2 по 8 января. Туристов ждут нетронутая природа, чистый воздух, памятники деревянного зодчества, древние ремесла и незабываемое гостеприимство северян, отмечают организаторы тура. За шесть дней путешественники преодолеют полторы тысячи километров по Вельскому, Устянскому, Пиннижскому, Ленскому, Велегодскому, Холмогорскому, Приморскому районам Архангельской области. Изюминкой тура станет Рождество в Пиннижской деревне Веркале на родине писателя Федора Абрамова. Кроме того, туристы побывают в резиденции Матушки Зимы в древнем селе Яренск, а также в Сурском и Артемии Веркальском монастырях. Северная деревянь – прекрасная возможность сменить сферу деятельности, отдохнуть от повседневной суеты, разобраться в себе. «Все время путешествия нас будет сопровождать могучая северная природа, изысканная народная архитектура, широкое гостеприимство северных жителей». В вечернее время участников тура ждут мастер-классы и, конечно, гостевания в деревенских домах с настоящей северной трапезой, рассказал руководитель экспедиции Николай Романовский. Отметим, дети до 7 лет могут отправиться в экспедицию бесплатно, до 17 лет с 70% скидкой.